И когда, вы знаете, происходит чудо, не тогда, когда Бог готов, и не тогда, когда мы готовы, мы всегда готовы, и Бог готов. А вы скажете, ну почему, где мое чудо? В момент осознания. Вы знаете, когда приходит осознание, не нужен тебе только пастор, не нужна тебе церковь, не нужна проставление, ты понимаешь, что тебе только нужен Иисус Христос, и во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа покоряется всякая болезнь и всякая немощь, потому что всякая болезнь, она подчиняется имени Иисуса Христа. Сегодня я буду говорить на тему блаженства, любить Бога и служить Ему. Скажем вместе, блаженство, любить Бога и служить Ему. Еще раз, блаженство, любить Бога и служить Ему. Вы знаете, возлюбленные, с момента, когда мы спаслись, просто с этого дня нашего спасения мы стали особенными людьми, каждый из нас. Может, мы об этом не знали, мы не осознавали, может, мы думали, что мы остались прежние, но на самом деле в глазах Бога и по праву, по праву мы стали абсолютно особенными людьми. Действительно, я говорю особенными людьми, что мы приобрели, приобрели от Бога право, чтобы весь наш внутренний потенциал, он раскрылся. Потому что на самом деле, может, мы ищем со стороны дары, может, мы ищем со стороны особенное, особенное, ну, благословение, что оно должно со стороны как-то повлиять на нас и мы станем другими людьми. На самом деле не так. Все это есть внутри нас. Заметьте, любой человек, любой ребенок, когда мы посылаем его учиться в школу или посылаем учиться в колледж, мы же не говорим, чтобы со стороны какие-то дары, какие-то способности пришли на нашего сына или на нашу дочь. Мы говорим, чтобы учитель помог изнутри раскрыть уже тот существующий потенциал, который здесь есть в ребенке. И иногда мы думаем, что мы не особенные люди, потому что мы грешили, мы падали, мы растеряли все. Это правда. Но давайте вспомним притчу о любящем отце и блудном сыне. Блудный сын, возвращаясь к отцу, он не думал, что он достоин права. Он думал, что у него больше права нету, потому что он смотрел на себя своими глазами реальности. И когда он видел себя, что он в жизни натворил, он думал, у меня больше права нету. Потому что вот кто я такой. Посмотри на мою жизнь. И многие из нас, мы приходим к Богу в позиции, как будто у нас права больше нету. Потому что мы смотрим на прошедшую жизнь, на потерянные годы, на потерянные шансы, на потерянные возможности. И мы начинаем себя настолько унижать, мы настолько себя унижаем, что у нас нету дерзновения просить что-либо у Бога. Мы не верим больше ни во что. Почему? Потому что мы думаем, я недостоин. Я недостоин. Мы лишаем сами себя права. Мы лишаем сами себя того блаженства и благословения, которому призвал нас Господь. Мы просто лишаем себя. Но в момент, когда блудный сын возвратился назад к Отцу, что является прообразом покаяния и спасения, заметьте, именно в этот момент, в этот момент, в момент покаяния, в момент спасения, этот человек стал особенным. Он стал особенным. Он даже не знал, что он особенный. Он думал, что он будет как все, как другие наемные работники, как другие служащие или как другие слуги, мы говорим библейским языком. Он не знал, что в глазах своего Отца Он особенный, Он иной, Он другой. И в чем является эта особенность? В праве. Я еще раз объясню, в чем является особенность каждого верующего? верующего в праве. Что мы имеем больше права. Мы имеем больше права. Давайте приведу несколько простейших примеров, что мы особенные в момент покаяния и в момент спасения. Давайте вспомним энкаунтер. Кстати, мы будем говорить за энкаунтер. Когда человек спасается, только спасается, да, мы ему говорим, ты имеешь право на исцеление. Человек может быть в болезни, человек может быть исцелен. Он имеет это право на исцеление. Он особенный. Почему он имеет это право на исцеление? Через Иисуса Христа. Я в жизни, если бы, если бы не исцеление, меня давным-давно похоронили бы, черви съели, и сегодня я бы не проповедовал. И вы знаете мою историю, да, что я такой во всем. Если я чему-то отдаюсь, я отдаюсь. Если не отдаюсь, не отдаюсь. И вот когда отец меня сильно вдохновлял, вдохновлял, собирай, собирай грибы. Мы все собираем грибы. Какие мне грибы? Ты только проповедуешь. Ну и чтобы как-то отцепиться от отца, я поехал с ним собирать грибы. Не нашел отца, тогда с телефоном не было. Но нашел какие-то грибы. И вы знаете, когда я уже умирал, и у меня были судороги. Просто судороги от того, что я уже умирал в госпитале. Только мы всех накормили. Я не буду сейчас об этом рассказывать. Но когда я умирал, я знал, у меня шансов жить нету. Совсем. Потому что у меня были судороги. Но я был особенный. И из-за того, что я был особенный, то за меня что? Молились о исцелении. И благодаря молитвам церквей. Благодаря молитвам церквей я остался жив. И это и есть особенность. Право, что на жизнь. А потом снова у меня началась череда чудес. Потому что через две недели я много раз делился этим свидетельством. Когда у меня была разрушена печень, и у меня было противление к грибам. Ну, вы знаете, если ты имеешь такой уровень про отравление, организм автоматически противится. Я знал, что я особенный. В чем была моя особенность? Право. А теперь что? Не только на жизнь, а право на здоровье. Я и ты, мы имеем право на здоровье. Я и ты, мы имеем право на здоровье. Нам не нужно здоровье на небесах. Нам нужно здоровье только здесь, на земле. И ты имеешь право на здоровье сегодня. И когда, вы знаете, происходит чудо? Не тогда, когда Бог готов. И не тогда, когда мы готовы. Мы всегда готовы, и Бог готов. А вы скажете, ну почему, где мое чудо? В момент осознания. Чудо происходит в момент, когда я и ты, мы начинаем осознавать. Мы начинаем, вдруг к нам приходит осознание. Вау, я имею право. Я помню этот момент, мы выехали из Калифорнии, с Сакраменто ехать в Вашингтон. По бизнесу я сам не ехал за рулем. Ехал мой брат и еще один мой родственник. Мы втроем ехали. Проехали несколько часов. Я голодный. Кушать с собой ничего не взял. Мой организм был сильно ослабленный. Я говорил, что я лежал дома под двумя одеялами. Температура была 80 градусов. И мне было холодно. Настолько я был ослабленный и больной. И вот я еду. Жареного нельзя. Ничего острого нельзя. Полностью отравленный организм. И вдруг я осознал. Через кровь Иисуса Христа я имею право на исцеление. Вы знаете, как дьявол меня атаковал? Ты сам это заслужил. Ты сам туда залез. Ты сам этого набрал. Вот и терпи. Дьявол всегда будет говорить, ты недостоин. Потому что ты натворил что-то в жизни. Да, я натворил. Но я сказал, тогда зачем? Иисус Христос. Зачем тогда есть заступник? Потому что заступник заступается за тех, кто не прав. Заступник всегда на стороне тех, кто согрешили. Заступник и ходатай на стороне тех, кто виновен. Поэтому он и ходатай. Потому что есть кто-то виновен. И я сказал, да. Да, я виноват. Да, я недостоин. Но у меня есть Иисус Христос. И я особенный во Христе Иисусе. Потому что Иисус Христос есть особенный. И я имею право. И я помню этот момент. Я сказал, мы заезжаем. И я покупаю бутерброд. Какой бутерброд? Две недели ничего твердого не кушал. Ничего острого не кушал. Бутерброд. Я помню, я сел. И я знал, я прямо сейчас буду исцелен. Я знал. Вы знаете, когда приходит осознание, не нужен тебе только пастор. Не нужна тебе церковь. Не нужна проставление. Ты понимаешь, что тебе только нужен Иисус Христос. И во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа покоряется всякая болезнь и всякая немощь. Потому что всякая болезнь, она подчиняется имени Иисуса Христа. И там, сидя в Burger King, я сказал, отец, благодарю, что Иисус умер за меня. И прямо сейчас, держа бутерброд, я верил, я верил, я держал уже бутерброд в своих руках, что прямо сейчас я буду здоров. Аминь. Это была простая молитва. Осознавая, я особенный, и особенность моя в том, что я имею право на исцеление. С тех пор, я полностью здоров. Абсолютно здоров. Я могу свидетельствовать, и свидетельствовать, сколько раз так было в моей жизни, когда я вдруг начинал осознавать. Момент осознания, это момент начала чуда. Мы можем знать, но не осознавать. Мы можем умом все хорошо знать, но до тех пор, пока не придет осознание, мы еще называем библейским языком откровение, чудо не произойдет. Но момент, когда мы говорим, дошло, понял, увидел, это момент чуда. Это момент, когда ангелы, когда небо готово сделать чудо в моей и твоей жизни. Когда вдруг приходит осознание библейской истины. Я особенный во Христе Иисусе. И у меня есть право. Я не такой, как все. Почему ты не такой, как все? А потому, что у меня есть Иисус Христос, ходатай за все мои преступления. И Он стер мое прошлое. Прошлого нет через кровь Иисуса Христа. У тебя больше прошлого нет. В момент, когда ты принял Иисуса Христа, прошлое навсегда ушло. Есть только будущее. Есть только благословение. Есть только сила во Христе Иисусе. И это есть особенность. Когда мы начинаем эту особенность осознавать, происходит чудо. Чудо в нашей жизни, в разных областях. Почему? Ты особенный. Сегодня я хочу больше поделиться о важности, что мы призваны не просто быть христианами, мы призваны быть блаженными. Ну что такое блаженство? Я искал. Это самое великое счастье. Самое высокое счастье. Вот христиане должны быть блаженные люди. Вот не просто ореол такой, знаете, светится, а мы должны светиться от того, что мы счастливые люди. Что мы вот живем счастьем. И один, а в 1829 году, больше 100 лет назад, примерно 100 лет назад, один человек написал такое описание блаженства, что он понимал, хоть из души, не по духу, но что он понимал, что блаженство. Он написал, там, за далью непогоды, есть блаженная страна, не темнеют небо, своды, не проходит тишина. То есть он описывал вот это блаженство, блаженство покоя, блаженство всегда света. Что он говорит? Ну вот блаженное состояние, это, ну что-то, говорит, небесное, что-то, ну необычное. И если мы читаем Евангелие, то Иисус много раз говорил, блаженный, блаженный, счастливы вы, вы блаженный, счастливы, а люди думали, какое блаженство, какое счастье, мне бы хоть как-то выжить. О каком блаженстве, Иисус, ты говоришь? Ну Иисус снова и снова повторял о блаженстве. С какой целью? Что однажды мы это сознаем, однажды нам это дойдет, однажды, когда мы войдем вот в эту, в эту, в эту текущую реку, в это движение, мы станем иными людьми, потому что истина не изменится, это мы изменимся, мы изменимся, мы войдем в эту истину, и тогда мы станем совсем иными людьми. Сегодня я хочу говорить то слово не только тем, которые только-только спаслись, а которые давно верующие, и которые думают, ну Господи, ну где мое счастье, из года в год, хожу в церковь, слушаю Твое слово, ну что-то я не чувствую внутри, что я блажен, что я счастливый, а так хочется вот такого состояния, что ты улыбаешься? Доволен. А что ты такой доволен? У меня есть Иисус. И вы знаете, вот часто мы верующие, вот верующие, а вот с Иисусом у нас не выстроились никакие отношения, потому что, знаете, мы думаем, что Иисуса нужно задобрить, ну как-то к Нему прийти с подарком, какими-то с добрыми делами, вот выслужиться перед Иисусом. А на самом деле, в реальности все наоборот. Чем больше мы хотим задобрить Иисуса, выслужиться перед Ним, тем наши отношения более холодные, и они такие на расстоянии. А вот человек, который не хочет выслужиться перед Иисусом, и не хочет Его задобрить, а просто идет к Нему такой, как есть, вот по-настоящему, и начинает открывать всю свою жизнь, все свое сердце, все свои проблемы, грехи, искушения, вот все мысли, и вдруг становится Ему так на сердце, хорошо, хорошо, вот так просто, хорошо, блаженное состояние, потому что мы не приходим к Иисусу, чтобы Иисус и мы вместе совершили спасение, мы приходим к Иисусу сказать, Иисус, Ты совершил спасение, и я вхожу в Твое спасение, и Твое спасение становится моим спасением. Это просто и глубоко одновременно, поэтому блаженство любить Бога и служить Ему, хочу показать, что вот это блаженство строится на фундаменте, и фундаментом блаженства, является великая заповедь. Марка, 12 глава, 29-31 стих, Писание говорит, Иисус сказал одному из книжников, первое из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, вот первая заповедь, вторая подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной, больше из всех заповедей нет. Это как камень, это как краеугольный камень, который делает людей блаженными. И стоит вопрос, а в чем будет блаженство, если я буду любить Бога и любить ближнего? А вот в жизни будет всегда хорошо, вот просто будет хорошо. Вы знаете, я думаю, что слово любить, каждого из нас есть свое понимание любить. Можно любить из духа, из души, из тела, и мы думаем, что если мы любим, вот как я понимаю, любим, то так правильно. Я хочу сегодня показать немножко, может, другой угол любви, что имел в виду Бог, возлюби меня сердцем, душою, крепостью, разумением, чтобы мы стали блаженными. И вы знаете, что значит возлюбить по-настоящему. Я вот коснусь глубокой мысли, попробуйте как-то ее уместить, потому что если вы уместите эту мысль, вы выиграете в жизни. Любить по-настоящему, это значит любить бескорыстно. Что значит бескорыстно? Бескорыстие это внутри и в сердце абсолютно ничего не ожидать обратно, взамен, не иметь никакой выгоды. Вот когда человек к чему-либо подходит бескорыстно, он начинает выигрывать и выигрывать очень сильно. И он становится блаженным. Я сейчас объясню эти мысли. В моей жизни я помню был такой пару моментов, я обычно может иногда делюсь, иногда не делюсь, я их практиковал, сейчас практикую часто, но как бы этими моментами не делюсь, потому что мы обычно так практикуем эти моменты, чтобы другие не знали. Моменты бескорыстии. Я помню, мы уже приехали жить в Америку, жили в Америке и как-то я помню, возвратился назад в очередной раз туда на Миссионерские поля, я помню, зашел на один рынок, зашел на рынок и там бабушка продавала чернику. Чернику. И мне так же стало жалко этой бабушке, что у нее никто не покупает. и она меня ничего не просила, я не просил. И я подумал, нужно ей помочь. И вы знаете, я встал возле этой бабушки прямо на рынке и сказал, у этой бабушки самая лучшая черника. Посмотрите, какая хорошая черника. У этой бабушки свежая черника, самая вкусная. И вначале люди, знаете, просто смотрели на меня, а потом начали подходить. Больше и больше. И пока я там стоял и рекламировал, у бабушки разобрали всю чернику. И я ушел. Вы знаете, я сделал это бескорыстно. Просто бескорыстно. И знаете, что я прочувствовал? Блаженство. Вот так мне здесь хорошо. Эта бабушка не знает по сегодняшний день моего имени, она даже спасибо не успела сказать. Она просто была в шоке от того, что появился какой-то странный чудак, прокричал на рынке и ушел. Она может думать, что какой-то был ангел. Это не ангел, это простой плотской человек. А вот я не знаю, как бабушка, а я себя чувствую хорошо по сегодняшний день. Вот здесь хорошо. А что? Я возлюбил бабушку бескорыстно, не ожидая от нее абсолютно ничего назад. Даже спасибо. Вот вы знаете, вот ожидание обратного вот отдачи делает нам боль. Когда мы делаем что-то людям добро, и мы ожидаем, что они оценят наше добро, они возблагодарят нас обратно. Или хоть спасибо скажут. Внутри у нас есть ожидание. Если у нас есть ожидание обратное, нету бескорыстия, а что? В большинстве случаев люди подводят наши ожидания. И мы вместо блаженства мы говорим, я ему столько сделал добра, и внутри мы идем что? Самые несчастные. Вот мы идем несчастные. Почему ты такой несчастный? Я сделал добро. И что? А он и особенно это в семьях проявляется. Папа, мама, детям все сделали, а они не оценили. И папа, мама огорчены. Почему? Говорит, я же люблю его, я для него. Если так любишь, для него сделай бескорыстно и будешь счастлив, блажен. Я помню второй момент мы ехали на миссию, остановились в Москве и это был еще 92-й год, только разруха такая была и утром мы только проснулись и я думаю, пойду-ка я там, я не знаю, где мы, в каком районе были, пройдусь по нейборхуд, по городу. И когда я шел сам по городу, мы как раз приехали, была весна и там смотрю, какая-то бабушка копает огород. И я подумал, дай-ка я сделаю себя блаженным. серьезно, я сделаю добро так, чтобы она шокировалась и она копает нам огород, я подхожу к ней, говорю, здравствуйте, могу ли я вам огород покопать? Вы бы видели ее глаза? Как? Какой-то странный человек с утра подошел покопать огород и она держит свою лопату, не отдает мне. Я прошу, дай-ка мне лопату, она не отдает. Я говорю, я вам просто покопаю огород и все. И вы знаете, она в шоке, в конце концов, я забрал у нее эту лопату, она отошла несколько метров и смотрела на меня. Я копал час этот огород, она просто выглядывала. И когда я покопал огород, я оставил ей лопату и пошел дальше. Я не знаю, что она думает по сегодняшний день. Я помню себя. Иду. она не знает моего имени, спасибо не сказала. Она ничего не знает. Я возлюбил ее безвозмездно, бескорыстно. Я сделал добро, абсолютно не ожидая назад ничего. Даже маленькое спасибо. Я эти моменты делюсь, потому что не всем могу делиться. И вы знаете, вот в этом есть блаженство. Что настоящая любовь, настоящая любовь, это безвозмездие. Это ничего не ожидаешь обратно. И вот когда ты сделал добро и ничего не ожидаешь обратно, внутри становится хорошо. И вот Писание говорит, чтобы мы чувствовали себя блаженными, говорит, возлюби так Бога. Возлюби Бога сердцем, душою, крепостью, разумением. Возлюби, возьми и отдай себя Богу. Вот просто отдай себя Богу, не ожидая, что взамен Он за это обязательно должен благословить тебя. Обязательно я за благословение, но я сейчас провожу другую мысль. Обязательно должен исцелить тебя. Обязательно должен ответить на твои молитвы. Обязательно и вы знаете мы часто любим Бога. Мы любим Бога не бескорыстной любовью, а условной любовью. Господь я готов идти за тобой. Господь я готов верить тебе. Господь я готов любить тебя. И внутри где-то у нас есть условия любви к Богу. Так как я люблю тебя, так я в церковь хожу, так как я жертвую тебе, так как я вот не пью уже и не курю, то ты должен в ответ мне услышать все мои молитвы. И знаете, что происходит? Бог отказывается слушать наши молитвы. И мы вместо того, чтобы быть в жизни блаженными, мы становимся обидчивыми на Бога. Мы говорим я ему верил, я ему служил, я и на обетованиях стоял, я и деньги давал, я вот какой, посмотри, вот посмотри, какой я был хороший, я ничего не заслужил. И человек целый год верующий, а лицо неблаженное, он два года верующий, лицо не сияет, он тридцать лет верующий, смотришь, что ты такой злой? Всю жизнь Богу служу. И что? Вот сфотографировал верующего и страшно, хочешь детей напугать, сфотографировал. С этим вопросом, а что с нами не так? А знаете, что с нами не так? Мы никогда не возлюбили Бога. Так как мы никогда не возлюбили Бога, мы никогда не стали блаженными, потому что Бог говорит вначале возлюби меня сердцем, душою, крепостью, разумением. Что это значит? Это приди ко мне и отдайся мне так, что ты обратно от меня не ожидаешь ничего. Ни ответ на молитву, ни ответ на исцеление, ни благословение, ничего от меня не ожидаешь обратно. Представьте, какое будет состояние человека. Он будет как ребенок. Он купается в любви и ничего назад не ждет. Его глазки будут сиять, сверкать. Он такой довольный. Что такое? Он скажет, мне хорошо с ним. Мне хорошо в нем. Я так счастлив, что я в Боге. И что он нашел меня. Он уже спас меня. Он дал мне жизнь. И человек становится, что всегда доволен. Абсолютно всегда доволен. Точно так же проблема с нашими ближними. Почему часто мы говорим, я люблю ближнего, а он посмотрите обратно, как себя ведет. А Писание говорит, возлюби ближнего безвозмездно. То есть представь мысленно, что он никогда не должен тебе сказать спасибо. Вообще никогда. Никакое спасибо, никакая благодарность. Просто сделай ему добро так, чтобы он не сумел тебя возблагодарить обратно. И что? И человек чувствует, я живу, есть смысл жизни, есть интерес жизни. Человек всегда, слушайте внимательно, чувствует себя блаженным только тогда, когда он сделал добро, а ему назад этот человек не может воздать. И когда ему не могут воздать, что человек себя чувствует? Выше другого. Он чувствует, какой я хороший. как мне хорошо, мне не могут назад воздать. Я сделал добро, а мне не могут воздать, слава Богу. А как только тебе воздали, как будто все испортили. Воздали. Все испортили. Мало стало. И поэтому возлюбить это значит делать добро безвозмездно, бескорыстно. Вообще бескорыстие само по себе открывает все дары и все таланты внутри человека. Если человек говорит, у меня нет таланта, попробуйте абсолютно бесплатно, бесплатно, бескорыстно помочь ближнему. И вы увидите, какой вы талантливый человек. Серьезно? Вы знаете, особенно это говорят в продажах, в бизнесе, везде. Человек говорит, не могу. Вот не могу. Заметьте, человек не может для себя что-то попросить. Себе не может. А вот только, как только в нем вот этому человеку нет корысти от этого, он начинает просить для другого, для ближнего. У него и смелость, и талант, и способность просить. И может, и может, все может, и продавать может, и просить может, и смелость такая, уверенность откуда у тебя бескорыстие. Когда человек что-либо делает бескорыстно, он становится абсолютно иным человеком. Он сильный, он способный, он может договориться. Когда мы говорим другим языком, ему терять нечего. Когда человеку терять нечего, он становится иным человеком. Почему Иисус был таким успешным? Да, мы всегда видим духовную сторону, и это правильно. Мы всегда видим помазание, и это правильно. Мы всегда видим силу Святого Духа, и да, и аминь. Но мы должны также увидеть другую сторону, что если бы Иисус был душевно привязанным человеком, если бы Иисус связанным был, как личность, если бы Иисус не ставил правильно приоритеты, и не жил заповедью, возлюби Господа Бога Твоего, всем сердцем, душою, крепостью, разумением, он бы не состоялся в жизни, потому что у него были братья и сестры, у него была мама, и они его унижали, они его не поддерживали, они с ним не соглашались, они не спонсировали его служение, мало того, они критиковали, Иисусу не хотелось домой ичи, и дома ночевать, потому что придя домой, они тут же все унижали его. Иисусу, чтобы состояться, нужно было выстроить приоритеты, чтобы быть успешным, счастливым и блаженным человеком, и мы видим, что произошло в жизни Иисуса, Луки, 2 глава, 48-50 стих, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя, он сказал им, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему, но они не поняли сказанных им слов. Уже в 12 лет Иисус сказал, я делаю выбор, мое счастье, мое блаженство, он не против семьи, Иисус за семью, и сегодня я покажу, что Иисус заботился о своей семье до самой своей смерти, Иисус не оставил свою семью, но свое счастье и свой успех он не строил, если вдруг семья, меня поддержит, если семья меня поймет, если семья будет на моей стороне, нет, дорогие, никогда не дождетесь вот этого счастья. Мы должны понять, что блаженство это личные отношения с Богом, блаженство это не коллективные отношения, это не церковные отношения, это не отношения я и муж, муж и жена, это не я и мои дети, нет, блаженство это что-то личное между нами и Богом. Иисус строил и Он сказал своим родителям, послушайте, говорит, я строю свою жизнь на том, что буду послушен отцу в 12 лет. И когда Он вышел уже в служение, однажды Матфей пишет в 10 главе, Он сказал такие самые странные слова, в 10 главе 37-38 стих, кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин меня. Заметьте, что произошло, Иисус сказал, я хочу сделать вас блаженными, потому что если вы любите кого-то больше, у вас другой фундамент, у вас другой мотив, значит у вас будет другое отношение, а если вы кого-то любите больше, чем меня, значит ваше счастье, значит ваше счастье зависит от того, какова будет реакция, ответ этого человека. Еще раз, если жена любит больше мужа, чем Бога, то она будет счастлива ровно настолько, насколько муж будет любить свою жену. и наоборот, если муж сильно любит свою жену больше, чем Бога, то он будет счастлив только тогда, когда жена счастлива, потому что он поставил в зависимость свое блаженство и счастье от того человека, кого он больше любит. И когда мы любим кого-то больше, чем Иисуса Христа, мы ставим себя на высокий риск, что мы никогда счастливы не будем. А что если мы любим своего ближнего больше, чем Бога, а тот ближний никогда не был счастлив? Значит мы вместе с этим ближним никогда в жизни не будем счастливы. Это простая истина. Если мы ее поймем, мы поймем, что хотел Иисус Христос. Да не хотел он разделения семей. Он хотел, чтобы каждый из нас, независимо от погоды, настроения наших ближних, мы были всегда блаженны. Он хотел, чтобы мы научились жить счастливой жизнью, имея отношение с Богом. И Писание говорит спустя, только две главы позже, Матфея 12 глава, когда он говорил к народу, матерь, братья его стояли вне доме, желая говорить с ним. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он указав рукой своей на учеников и сказал, вот матерь моя, братья мои, ибо кто будет исполнять волю отца 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 моего небесного тот мне брат, сестра и матерь. Это место мы хорошо знаем, но давайте мы посмотрим глубже и дальше, когда они хотели поговорить с Иисусом. И мы знаем, что другие евангелисты говорили так же, что пришли ближние взять его, ибо говорили, он вышел из себя. Другими словами, пришла семья его забрать домой, потому что об Иисусе шел слух, что он тронулся ума. Вышел из себя, это значит, что тронулся ума. Вы думаете, чтобы Иисусе всегда только доброе говорили? Нет. И вот семья пришла построить отношения с Иисусом, а Иисус перед этим говорил, великая заповедь, самое главное, я вас люблю, я вас уважаю, я вас ценю, моя мама, мои братья, и мы знаем, что в конце концов они все стали спасены, все но знаете, что сделал? 13 глава, 1 и 2 стих, выйдя же в день тот из дома, 12 глава говорит в последней стихе, что братья стояли вне дома, Иисус был в доме, а 13 продолжается глава, говорит, Иисус выйдя в день тот, когда они пришли его взять и пообщаться с ним, поговорить, с ним, он вышел из дома, другими словами, он говорит, я сказал маме, ай, мама, люблю тебя, о, братья мои, да, вам стыдно за меня, да, вам стыдно, что у вас такой брат, когда говорят, Иисус, вы краснеете, простите, что вы краснеете, но я не изменю своей точки зрения, до свидания, выйдя в тот дом, в день тот из дома, Иисус сел у моря, он не пошел домой, он не пошел с семьей, он не пошел с мамой, и он сказал, я не позволю, чтобы душевные связи забрали мое блаженство отношений с Богом, я вас люблю, но мое блаженство не будет стоять на отношениях других членов семьи, он вышел из дома, сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, о чем мы видим, мы видим ситуацию, что Иисус как личность помимо помазания никогда не разрешал, чтобы его счастье и блаженство зависело от других людей, он всегда свое блаженство строил только на любви к Богу, но давайте посмотрим его настоящее отношение к семье, Иоанна 19 глава, при кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус увидел матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, си сын твой, потом говорит ученику, си матерь твоя, и с того времени ученик сей взял ее к себе, мы знаем что всегда когда нет у отца первенец заботится о благосостоянии родителей, то есть о материальном благосостоянии, и мы видим что Иисус Он не сказал да, я сын Божий, я помазанный, а у меня нет никаких отношений с семьей, заметьте какая тонкая мысль, Он говорит мое счастье не зависит на настроении семьи, но ответственность за семью свою Иисус себя не снял и будучи при кресте Он знал его братья выросли, сестры выросли, а у мамы нет пенсии, нужно обеспечить маму финансово и Он попросил своего ученика который был из богатой семьи Иоанна говорит Иоанн возьми пожалуйста мою маму и заботься о ней как о своей маме Жена се сын твой то есть а ты прими его как сына ты прими его а ученик говорит пусть она станет твоей мамой и с этого времени ученик сей взял ее к себе знаете многие люди они имеют либо одну крайность либо другую либо они говорят я настолько забочусь о семье что они не любят бога есть люди которые говорят я настолько служу богу что мне нету времени к семье Иисус не делал ни одной ни другой крайности он любил бога но заботился о семье еще несколько мыслей мы будем молиться один из лучших это служителей веры который является нашим отцом веры это Авраам Бытие 18 глава 19 стих писание говорит ибо я избрал его для того чтобы он заповедал сынам своими и дому своему после себя ходить путем Господнем творя правду и суд и исполнит Господь над Авраамом все что сказал о нем как легко читать как легко это все переносить вот я избрал его потому что Авраам вот такой человек а какой был человек Авраам почему Авраам станет способным нести Евангелие почему Авраам станет способным нести слово Божье а знаете почему потому что свой фундамент и свое блаженство свою любовь он построил не на семье своей не на ближних своих а на Боге заметьте а значит что мы должны пренебрегать ближними наоборот мы должны их любить мы должны служить и мы не должны снимать с себя ответственность ни в коем случае но блаженство свое отношения свои мы должны строить именно на великой заповеди на Боге и вот именно это Бытие 18 глава я прочитал а Бытие 22 глава то есть спустя несколько лет спустя некоторое время спустя годы Писание говорит 22 глава Бытие с первого стиха и было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам он сказал вот я Бог сказал возьми сына твоего единственного твоего которого ты любишь Исаака и пойди в землю Мория и там принеси его во всесожжение на одной из гор о которой я скажу тебе представьте если бы Авраам строил свое счастье в зависимости от своей семьи от Исаака которого ждал всю жизнь или от Сары которая была красавицей он любил ее на чем основании было блаженство Авраама на любви к Богу ведь я думаю что может Авраам любил Исаака не знаю больше чем самого себя но смотрите что говорит Писание Авраам встал рано утром когда все спали и спала Сара спали все и он сказал если сегодня ночью Бог ко мне проговорил то сегодня утром я уже делаю то что говорил ко мне Бог ночью Авраам а как насчет хоть Саре сказать куда ты идешь куда ты едешь ведь он три дня шел в одну сторону значит три дня обратно шел может их не было около недели исчез вот просто исчез и представьте можно сказать если бы мы брали интервью Авраама мы сели и сказали Авраам спасибо что согласились дать нам интервью сегодня такой прекрасный день нас смотрит много людей в прямом эфире пожалуйста скажите что вы чувствовали вот когда вы взяли своего сына повели на жертвоприношение к Богу Авраам бы сказал что я чувствовал я чувствовал что для меня Бог все и что если у меня не станет ни семьи ни сына ни жены ни слуг это не имеет значения мне очень важно было послушание Богу а что ты счастлив только в Боге ты что не счастлив в семье конечно я счастлив в семье я мечтал всю жизнь иметь сына я об этом много молился у меня прекрасная жена я натерпелся за нее я обманывал я врал я что только не проходил из-за моей жены я ценю свою семью но Бог выше Авраам вы что серьезно он говорит да серьезно я не счастлив от семьи я счастлив от Бога а потом семья мы бы стали странный ты он сказал поэтому я и отец веры вот люди которые люди веры они не такие как все они странные потому что они строят свой фундамент на Боге на великой заповеди и поэтому когда люди отдаются Богу они живут счастливой жизнью блаженной жизнью и поэтому что у них и семья и дети и все прилагается я не говорю что это просто я не говорю что легко люди проходят через испытания люди проходят через нагрузки через различные моменты но самое главное ты смотришь в глаза этому человеку и он в старости говорит как я мечтаю что я скоро увижу Иисуса эти люди говорят мое сердце чистое оно преданное ему между мной и Богом нет никаких тайн я отдал свою жизнь ему я отдал свое тело ему мое тело не во грехе не в похотях оно в Боге я мечтаю когда я увижу его и когда человек приближается к дню своей смерти он об этом говорит как о великом празднике почему потому что Иисус это его счастье Иисус это его блаженство он с каждым днем приближаясь к этому моменту его глаза горят ты смотришь на него и думаешь счастливый человек этот мир эта жизнь эта экономика на него не имеет никакого влияния совсем что происходит в мире не имеет влияния у него есть Бог у него есть Иисус у него есть вот фундамент и мы думаем внутри я бы хотел быть таким человеком я бы хотел осознавать что однажды когда я увижу Иисуса я просто растаю в его объятиях я буду самым счастливым потому что наконец-то я увижу моего спасителя и моего Господа мое счастье и мое блаженство это будет мой фундамент на всю вечность потому что в вечности будет только Иисус и мы но семьи больше не будет земли не будет поэтому к чему я вел мысль я сегодня не говорил о самом доме я говорил о самом фундаменте но он самый главный потому что если фундамент шатается стены трескают картины падают все не устрояется в нашей жизни и мы пробуем лепить стены мы пробуем латать стены мы пробуем красить стены мы пробуем новые картины покупать ничего не получается нужно вначале заложить правильный фундамент и когда есть правильный фундамент все остальное приложится И мы знаем, что в конце концов у Иисуса была семья, все его братья и сестры, они спасены, его мама спасена, мы знаем, что у Авраама оказался сын жив, он не умер, потому что Бог на самом деле ничего у нас не забирает, он выстраивает в правильных приоритетах. На самом деле это Божья воля наоборот нас благословить, наоборот нас обогатить, наоборот нас поднять, но поднять в правильном, пропорциональном отношении, соответственно Его Слово, соответственно Его заповеди, чтобы мы были по-настоящему счастливы. И это есть самый великий Божий план для каждого человека, когда он сказал, возлюби, растворись во мне, вот просто отдайся мне, как маленький ребенок, и станешь счастливым человеком в своей жизни. И когда будет вокруг буря, а ты будешь иметь отношение со мной, это будет самое великое счастье. Амин. Амин.